Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Reveals. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. А далее в поиске пишем название режима. Нажимаем поиск. И на данный режим, получается, есть три скрипта. Скорее всего, два последних работать не будут на чите GGSploit. Но самый последний, который самый новый, я выкладывал буквально недавно. И он работает на GGSploit. Единственное, что он работает так себе. Но, в принципе, к этому можно приспособиться. Сейчас я вам это покажу. Также, смотрите, если у вас нет чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем GGSploit. Если он у вас будет работать, можете проверить. Потому что работает, к сожалению, он почему-то не у всех. Так, ладно, давайте получим сразу заранее скрипт. Также, кто использует GGSploit, всем советую заходить в игру через приложение на рабочем столе. Так, скрипт мы копируем. И теперь, получается, заходим в сам режим. Так, ждем, пока загрузится. В принципе, довольно быстро загружается. Буквально пару секунд занимает. Так, и смотрите, когда вы заходите в режим, у вас должна появиться вот такая картинка. И написано то, что Injected. То есть, Inject в игру прошел. Ну, то есть, в сам режим. Отлично. Далее, все, что нам остается сделать, это, получается, активировать скрипт. Мы его вставляем в чит и нажимаем кнопочку Run. И ждем, получается, пока запустится сам скрипт. Вот он запустился. И давайте сразу пробежимся по функциям. Смотрите, UI Settings, можете сюда не заходить. Это настройки для самого, получается, скрипта. То есть, как он будет выглядеть. То есть, это не обязательно. Дальше SP. Можно, в принципе, сделать вот так, чтобы было удобно. Включаем SP. Далее, можно включить боксы. Можно включить только имя. Здоровье будет показывать у вашего соперника. Трейкер. То есть, расстояние. Дистанция. Ну, трейкер, дистанция, считайте, то же самое почти. И скелетон. В принципе, более-менее можно включить три функции. Это, получается, включить сам SP, бокс и скелетон. Остальное, в принципе, не обязательно. Там по желанию, как вам будет удобно. А далее. Здесь можно, получается, поменять немножко этот бокс, как он будет выглядеть. Либо он будет совмещенный, либо получается с такими углами. Но мне больше нравится, когда вот полностью квадрат нарисован. Также включаем Team Check. А трейкер SP, в принципе, здесь не обязательно что-то выбирать. Можно также оставить. Тут Top, Button и Middle. Не знаю, что это, но ладно. И переходим к основным функциям. Что здесь у нас есть? Есть хитбоксы также, получается. Можно их включить. И сразу игроки подсвечиваются вот таким большим хитбоксом. Только почему-то у меня SP пропало. Ну ладно. Не суть. Есть aimbot. WalkCheck. Это, получается, проверить систему. aimbot.key. Это, получается, на Q можно включить-выключить. Также можно выбрать, куда вы будете стрелять. Либо в голову, либо в игрока. Давайте один на один пока зайдем. Также настройки для игрока. Anti-катана. Это получается, чтобы, как я понял, игрок вас не убил. Катаной, бомбой. И, в принципе, тут, я думаю, все понятно. Noclip, это, получается, функция, чтобы проходить сквозь стены. Infinity Jump. Тут тоже, в принципе, я думаю, все знают, что это. Это бесконечные прыжки. X-Ray, это, получается, сделать прозрачными стены. Ну, то есть, все, короче, на карте сделать прозрачными. Вот так это выглядит. И Full Brick, это, получается, повышение яркости. То есть, как-то так. Так, ждем сейчас, пока со мной кто-то в режим зайдет в игру. В матч, точнее. Давайте Full Brick оставим. Включим aimbot и walkcheck. Все. Смотрите, удобнее всего играть один на один. Знаете почему? Потому что, если вы заходите в тиму, там, допустим, 2 на 2, 3 на 3 или 4 на 4, почему-то чит срабатывает на ваших игроков. Так, SP, почему не работает? Не понимаю. Так, давайте. Опа. Юпака. Он здесь уже. Видите, он почему-то как-то странный. Этот скрипт работает. Довольно странно. Я сейчас умру, да? Да, умер. Не успел. Почему-то вот пропало SP. Вот почему оно пропало, непонятно. Может быть, не нужно было включать вот этот hitbox-тест. Может быть, из-за этого и пропало. Давайте тим-чек уберем. О! Тим-чек убрал, и у меня появился мой соперник на карте. Отлично. Так, еще, что плохо, то что я не могу почему-то двигать экраном в игре. И это, конечно, очень сильно раздражает. И в основном, получается, aimbot срабатывает только когда игрок находится рядом с вами. И вот я не понимаю, где он сейчас находится. Потому что я бегу спиной. А вот я его увидел. И почему-то не хочет срабатывать на Q aimbot. Странно. Я до записи видеоскрипт проверял. У меня более-менее все нормально работало. Но сейчас что-то какие-то проблемы. О! Вот сейчас сработал. Когда он рядом пробежал. Так. Так, где он? Плохо то, что я не могу двигать экраном. Очень плохо, неудобно. Так, давайте его оббежим. Так, он спрятался. Оп, выбежал. Отлично. Так, идем за ним. И почему-то все равно как-то странно работает. То есть, у меня какие-то патроны попадают, а какие-то нет. Я понимаю то, что я бегаю. В момент движения патроны летят в другое место. Но, как бы, типа, они должны все лететь именно в голову. Как у меня здесь указано. Так, прыгаем. Идем за ним. Вот почему экраном не могу повернуть. Вот это вот бесит, конечно. Это очень плохо. То, что я не могу экраном поворачивать. Супер неудобно. То есть, по факту я его на карте вижу, но не могу на него сдалека почему-то прицелиться. То есть, скрипт сдалека, как я понял, не умеет прицеливаться. Я, конечно, поищу другие скрипты для этого режима. Но их довольно сложно искать. Потому что многие скрипты не хотят работать на GGSpload. Вот. И еще большинство скриптов работает с ключ-системой. То есть, это тоже довольно неприятно. Потому что там ключ получать. Ну, замучайтесь. То есть, это очень долго по времени. Так, упадет он сейчас сюда? Нет. Ну-ка. Вроде падает. Нет, не упал. Окей. Бежим обратно. Так. И где он? Опа. Он уже спустился. Вот у меня не все патроны попадаются. Получается. Что это такое? Ну, типа какая-то М-ка. Автомат какой-то. Не знаю. И не все патроны попадают. Мне приходится его с пистолета добивать. Ну, вот здесь, короче, с настройками, в принципе, можете поиграться. Может быть, у вас что-то получится. И получится нормально настройка. Ой-ой-ой, сейчас он меня убьет. Нет, не убил. Все, отлично. Все-таки успел его убить. Вот. Ну, короче, как-то это так работает. В принципе, давайте, я думаю, сейчас до конца доиграем. Выиграем, получается, эту катку. Он бежит где? Он бежит здесь. Окей. Почему-то у меня все потемнело. Не пойму почему. Перезарядку не вовремя включил. Ё-моё. Все, успел убить. Отлично. И, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой прикольный скрипт нашел для этого режима. Конечно, работает так себе, но ладно. Также напоминаю то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Переходите, пользуйтесь. Там, в принципе, все довольно понятно просто. Также, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.